особое мнение на 101 fm 12 05 в кирове начинается программа особое мнение я на лапшина приветствую слушателей говорю здравствуйте гостью нашей студии сегодня мы будем слушать особое мнение эксперты по финансам и общественника координатора общественного движения малой реки кирова константина кропанева константин добрый день добрый день но я сегодня уже видела прямо вот с утра была новость о том что стартовал грантовый конкурс город добрых соседей 2 0 что называется да вторая серия вот на 24 год этот конкурс мы попозже немножко поговорим о том чего не хватает кирову и как общественники могли бы приложить руки к созданию там в кирове благоприятный и приятный привлекательный для туристов общественной среды вот а начнем все-таки с более таких серьезных новостей политических новостей в эти выходные годовщина была судя по нашим телеграм-каналам все активно подводили итоги года губернаторства александра соколова есть аналитические материалы есть такие материалы где там плюс и минусы отмечены и я бы константин вас хотел тоже попросить ну вот наверное больше такое частное до мнение вы все равно в экономике как-то больше разбираетесь наверное чем значительная часть наших слушателей можете сказать с появлением александра соколова что в кирове изменилось к лучшему а что там изменилось худшему или может быть не изменилось на данный момент у меня наверное скорее какое-то довольно таки нейтральное отношение к нашему губернатору во первых год это все же не показатель то есть мало и да то есть но во первых мне не нравится такая история когда появляется новый губернатор или там говорит что все что до меня это было не про меня а сейчас все начнется с чистого листа с другой же стороны можно водички попить с другой же стороны очень сложно понять те вот мероприятия которые допустим сейчас проходят и где-то там допустим заслуги губернатора возможно возможно это предыдущей команды потому что за год но сделать пока еще не разобрались регионе довольно таки да то есть скорее всего если там какие-то все же действия это все же наверное какие-то остатки предыдущей предыдущей истории да губернатор молодой активный то есть по крайней мере по сми по информации сми он довольно много общается много ездит мне нравится как он там выстраивает коммуникации там со всеми так скажем заинтересованными сторонами то есть видно что он большое внимание уделяет именно вот как бы социальные теме но с другой стороны каких-то таких прорывных историй особенно в экономике региона я по крайней мере нет не знаю а можем ли мы говорить но что вот это вот история недоработка условно александра соколова или это все-таки ну текущее что называется и политическая экономическая ситуация это период период времени я все же такое немножко как бы возможно у него нет большого опыта именно вот работы с экономикой как бы с бизнесом и все же он пытается что-то делать пытается там налаживать формировать команду конечно тоже с определенными проблемами потому что от министр промышленности проработав так скажем только только год у нас в регионе к сожалению шел и сейчас приходится все там я так понимаю что в администрации делать ну не то что с нуля но формировать какие какую-то новую так скажем команду перестраивать у кого-то ну понятно новый человек приходит все равно новые видения да как-то по-другому немножко приходится работать с точки зрения инвестиций есть ли понимание того что в киров пошли какие-то деньги из федерального центра то есть мы же видим да что александр соколов довольно часто бывает в москве мы видим что сюда к нам заездили за приезжали всякие высокие высокие лица обличенные там власти федеральные деньги действительно идут выделены довольно огромные деньги на газификацию региона при том они там в разы превышают того что как бы тратит тратилась раньше опять же повторяюсь я не знаю насколько это заслуга текущего губернатора или так скажем наработки предыдущий или в целом по крайней мере федеральные деньги идут действительно приезжают какие-то випы что-то как бы обещают что то какие-то планы высказываются с бизнесом немножко как бы наверное тут сложнее потому что по крайней мере при никите юрьевича когда он пришел в регион то есть там многие бизнесмены они просто как бы тянулись сюда в регион и там благодаря ему либо как-то то есть но по крайней мере заявляли что они будут что-то здесь делать открывать то есть там то есть такие были условно говоря там росгострах допустим сделала большой в этот центр там на 500 рабочих местом я думаю что это опять же фанерный комбинат возможно это тоже так скажем белых там поучаствовал возможно многие другие проекты здесь на данный момент пока каких-то бизнес таких интересов другие так скажем других регионов я по крайней мере не этот не вижу может быть я что-то не знаю конечно но а может еще времени мало может но действительно времени мало тут потому что я говорю что год это это не период то есть надо вот итоги подводить года через три-четыре то есть потому что опять же говоря про предыдущего губернатора васильева первый год он тоже так скажем вел себя довольно таки активно а потом с каждым годом все же его интерес к региону все было меньше и меньше как вам кажется константин в связи с тем что в кирове в следующем году будет юбилей 650 лет мы будем отмечать можно ли ожидать каких-то не знаю там прорывных условно золотого дождя который прольется на нашу область или все-таки придется выгребать самим ну вот на той базе которые мы имеем ну в большей степени наверное выгребать самим но честно говоря я считаю что эта дата она но условно говоря даже по большому что-то провалено никакого вот такого большого подарка серьезного подарка регион к юбилею к сожалению не получит а что было бы серьезным подарком ну допустим какой-то киноконцертный зал там на полторы тысячи на две тысячи мест это губернатор васильев с этой идеей по моему это идея эта идея напрашивается она лежит как бы на поверхности то есть зачем нам киноконцертный зал на полторы тысячи не 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 киноконцертный концертный зал но потому что современный в первую очередь современный потому что текущие концертные площадки они устарели в них иногда просто неприятно ходить в смысле зрителю зрителю ну я думаю что и те кто приезжают выступать им тоже не совсем как бы удобно я вспоминаю в 90-х когда были концерты на стадионах и никто не жаловался сейчас получается что даже появился такой туризм что люди из кирова едят на концерты туда где есть большие красивые ездят в казань ездят в чебоксары ездят даже в набережные челны то есть появился вот такой культурный туризм но это же хорошо но это хорошо то есть но условно говоря если было бы неплохо если бы к нам приезжали если бы приезжали к нам ну я помню когда вот эта история возникла с крупным концертным залом тогда говорилось о том что киров мог бы большее количество звезд да вы принимать потому что ну это же сборы да то есть мы понимаем один концерт чем больше проданы билетов тем больше зарабатывает приехавшая команда да условно вот и далеко не все там условно ради зала в пятьсот тире семьсот тире восемьсот мест готовы поехать а вот если бы в два раза больше удалось да получить тогда мы бы получите тех кто выступает в казань современного города если у нас нет площадки если нет так скажем молодежи куда сходить где-то отдохнуть культурно отдохнуть на какой-то хороший спектакль или на какой-то хороший концерт молодежь будет рано или поздно задумываться а надо ли и тут продолжать так скажем оставаться жить а вы уверены что для молодежи это важно ну то есть вот именно такая культурная составляющая они условно наличие детских садов наличие школ в которых мест хватает всем относительно недорогое жилье благоустроенный город и условно там работающий аэропорт из которого можно улететь за небольшие деньги хоть в казань хоть не знаю в набережные челны там по моему есть аэропорт если я не ошибаюсь хоть в ижевск там или еще куда то может быть лучше на этом сосредоточиться вместо концертного зала люди всегда хотят большего понятные хотят большего и я думаю что в других регионах уже тоже нет проблем ни со школами и не с детскими садами я думаю наоборот есть у меня приезжали родственники из москвы рассказывает о том что в московской школе то есть это не супер элитная какая-то школа в неплохом московском районе тем не менее по 35 человек в первом классе я удивилась я думал что в москве точно соблюдает вот эти санитарные нормы оказалось не у нас хороших школах либо хороших преподавателей тоже так скажем все под завязку все все забито это правда да помимо киноконцертного зала что еще во что еще скажем так можно было бы вложиться накануне юбилея но красивый комфортный город то есть это современные парки то есть по большому счету как ни странно у нас город злой к молодежи и к людям старшего возраста не комфортный для них да то есть условно говоря вот сейчас идет реставрация парка имени кирова там заложены какие-то пам площадки там велотреки но допустим многие так скажем люди недовольны этим они говорят зачем нам нужно нужно лучше бы там росли просто бы деревья действительно то есть многие ну условно говоря у нас молодежь сидела бы на лавочках молодежь сидела бы на лавочках либо сидела бы дома за компьютером потому что по большому счету у нас вообще нет там скажем пространств именно для молодежи но примерно там там 12 плюс лет подростки подростки но подростки то есть где бы они могли там покататься на велосипедах там послушать музыку может быть даже пошуметь как бы там никому никому не мешая у нас нет нет таких площадок если бы они даже где-то появляются то появляется очень много негатива потому что они не приспособлены для молодежи соответственно если они появляются они появляются рядом с жилыми кварталами и жильцы конечно обычно очень не рады такому соседству да я знаю истории какой убирает лавочки не очень довольны появлением детских площадок даже во дворе потому что говорят у нас окна выходят на эту детскую площадку тут же шуметь все время будут а ночами будут сидеть и пить пиво но это большая проблема что мы не умеем друг другом договариваться наискать какие-то компромиссы то есть и опять же как ни странно у нас и людям старшего возраста которым лет за 50 тоже не так много места где бы они могли проводить свободное время ну то есть допустим я не знаю летом мне кажется полно да нет ну понятно активности дач там еще что-то но люди возрасте они во первых обеспечены они хотят куда-то сходить там опять же опять же культурные программы культурная программа они хотят где-то посидеть вкусно там покушать может быть что-то там и выпить там пообщаться а у нас вот таких мест но даже не 50 условно выпить чаю хотя но условно говоря где там рады людям там 60 плюс ну я наверное как бы не знаю или даже те куда люди ходят там 50 плюс то есть таких мест ну вечернее время допустим там их их тоже немного то есть либо у нас ну так скажем это совсем низкого уровня такие заведения либо это они все же сориентированы на какую-то так скажем молодежь там но 30 40 летнюю понятно то есть людям там возрасте шумно 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 некомфортно там еще что то то есть но это прям вот тут тут я тут я задумалась почему-то не знаю у нас недостаток этих же лет хорошо то есть условно говоря летних летних кафе недостаток нет и то есть просто просто некуда летом выйти где-то посидеть вечером пешеходная спаская проект что про нее скажете ну вот можно же итоги уже подводить далее это закончилось вот сегодня прям закончилось можно скорее всего бы я знаете сказал что это лучше чем ничего то есть мы город получил какой-то опыт нельзя сказать наверное что это опыт удачный то есть во первых не факт что это надо было делать все же на спаской можно это было сделать наверное на московской там все же улица пошир и нап heures и pouco по шире и там наверное потини а тенин it ну опять же то есть такая улица она живет только тогда когда большого количества опять же этих летних кафе то есть когда можно не только там погулять с детьми а можно где-то присесть присесть посидеть выпить там лимонада там либо еще что то то есть тогда появляется какая-то определенная жизнь и так ну все прогулялись там вы выгулили как бы детей при том ну по асфальту так гулять в жаркий период нет не так наверное как бы интересно То есть Паская неподходящее место всё-таки? Не знаю. Её же, как я понимаю, в этом году обследовали, исследовали как раз на этот предмет, чтобы в следующем году, в юбилейном году, как я понимаю, всё-таки запустить этот формат, хотя бы на летнее тоже время. То есть нет? Почему нет? Возможно, её можно как бы развить. А как? Но там есть территории вдоль с Паской, которые можно использовать в том числе и под летние какие-то кафе, под какие-то, так скажем, дополнительные активности. Но тут надо, так скажем, очень хорошо, условно говоря, на каких-то таких хороших условиях договариваться с бизнесом, чтобы они в эту историю вкладывали свои деньги. Вот да, вопрос. Бизнес, насколько это выгодно? Учитывая, что всё-таки кировчане, может быть, ещё не совсем к такому формату привычные. Хотя, опять же, говорилось о том, что вот все жалуются, Киров, небогатый город, а в пятницу вечером попробуй найди в хорошем кафе место, да? Все столики забронированы. Если будет трафик, то есть тут, опять же, что раньше, курица или как бы яйцо, то есть, условно говоря, если, конечно, если будет где-то как бы трафик, там любой предприниматель с удовольствием в этот проект будет готов инвестировать деньги. С другой стороны, опять же, как создать этот трафик, то есть была попытка создания трафика, то есть можно развивать и Спаскую. Были бы активности. Были бы активности, и были бы активности, это всё же, на благоустройство прилегающей территории и на развитие какой-то прилегающей инфраструктуры. Но вот чего с Паской не хватает, помимо того, что не хватает, условно, там, летних кафе? Чего не хватает? Как зелени, не знаю, там, каких-то ещё магазинчиков маленьких поторвали с сувенирами? Магазинчиков не хватает, не хватает. Может быть, каких-то музейчиков, там, каких-то, там, не знаю, каких-то мест, где можно как бы зайти, ну, не знаю, там, посмотреть какой-то мини-спектакль или там, а так. Но самое главное, это вот как раз это вот, это какой-то, это даже не одно летнее кафе. А атмосферы не хватает? Не хватает атмосферы, не хватает больше, нужно больше музыки, нужно больше трафика, то есть, там, может, каких-то интересных мест, ну, по пути следования. Это можно за год сделать? А что нам остаётся? Не знаю, выбрать другое место, отказаться вообще от этой идеи. Ну, от этой идеи отказываться не надо, то есть, тут, может быть, её просто как-то попробовать, ну, немножко уточнить, формализовать. Ну, у нас не хватает центра притяжения, что, условно говоря, от какого-то места, когда вот вы, допустим, сидите дома, там, в пять часов вечера, там, в пятницу или в субботу, вы захотели, там, с подружкой, там, либо с кем-то прогуляться где-то, ну, опять же, попить чаю, там, съесть вкусно. И вот вы знаете, что вы приедете в какую-то локацию, и в этой локации будет, условно говоря, пять кафе под разные запросы. В каком-то будут играть джаз, в каком-то будут петь живую, ну, там, скажем... Это невозможно сделать на улице, на которой этого нет. И нет площадок для того, чтобы создать кафе, одно, второе, третье, четвёртое, например, да? Ну, то есть, мы же знаем, мы видели все с Пасхой, да? Там, если, ну, где есть кафе, там есть кафе, например, да? А где его нет... Там есть места, то есть, там есть, как бы, дворы, там есть ещё что-то. Тем более, может быть, совсем не факт, что надо замыкаться на какой-то конкретной улице, а там, может быть, какой-то... Квартал. Культурный квартал, то есть, это вот как делают во многих городах, там, допустим, в Уфе, то есть, там, просто делают квартал, и вот этот квартал, и делают там некую точку притяжения. Я была в субботу на набережной, там достаточно народу. Вот на набережной, Грина, достаточно народу. На набережной хорошо, да. И возле, и возле там тоже же есть кафешечки какие-то, то есть, можно же, например, сместиться чуть-чуть, условно, московская и спаская, вот этот вот квартальчик, да, получается у нас что? Казанская, московская, спаская, Ленина. Ну, московская 4, да, это тоже, так скажем, в моем понимании, это отличное место. Единственное, что там проблема, что там много собственников. Много, вообще, много собственников в этом квадрате. И чтобы там что-то изменить, действительно сделать что-то красивое. Надо со всеми договариваться. Надо договариваться и договариваться, так скажем... Не бесплатно. Как-то хорошо, чтобы можно было договориться. То есть, тут нужно желание, как минимум, первого лица. Потому что на уровне, там, городской администрации эти вопросы не решить. В общем, как минимум, надо присмотреться, значит, вообще к этому проекту и понять, нужен он нам на следующий год или не нужен, и если да, то в каком формате. Благоустройство, культура. А чего еще Кирову можно бы было к юбилею попросить? У нас вот, я не знаю, я, может, ошибаюсь, я не вижу крупных инфраструктурных проектов, как это было в советское время. Не то, чтобы я сильно ностальгировала, но тем не менее, да. Парк Кирова, я помню, Диорама. Вот где-то же тоже к юбилею это все создавало. Ну, сейчас уже, понимаете, просить бесполезно. То есть просить надо было 5 лет назад. Когда еще до ковида, да? Ну, да, надо было просить до ковида, потому что должны быть проекты, должны быть утвержденные сметы, и там даже вот те деньги, которые выделены на реконструкцию парка имени Кирова, еще не факт, что же все же мы... Что все получим? Нет, то, что мы получим, скорее всего, мы получим. А хватит ли? Хватит ли этих денег, и действительно, это будет ли какой-то современный парк? То есть увидим ли мы там через год, к следующему лету, какой-то современный парк, и поймем, куда вот там эти, условно говоря, там миллиард денег был потрачен. Так. Почему нет крупных проектов? Потому что не попросили... Потому что надо было это делать 5 лет назад. Когда вот проводились эти вот турбан-форумы там, то есть когда как раз это была некая предпосылка подготовки к юбилеям, но тогда слишком часто... А тогда я помню, запросы-то были прям на большие крупные суммы. Были, менялись команды, там менялось финансирование, что то вроде денег готова там федерация дать, то все там, давайте будем резать все бюджеты, будем как-то, ну, исходить по минимуму. Исходя из этого, там команды пересматривали свое какое-то видение, но... Ну, в общем, да. В общем, ну, как бы немножко грустно. Погатянули в разные стороны. Немножко грустно. Да, время ушло, к сожалению. Общественники и общественные проекты могут ли каким-то образом закрыть эту нишу хотя бы немножко? Ну, конечно, могут, тем более вот эти конкурсы, которые проводит городская администрация. Город добрых соседей. Город добрых соседей. Это хорошая история, когда люди там готовы там потратить свое время, свои силы, то есть какие-то свои мысли реализовать и готовы в эту историю как бы вложиться там. Это хорошая история. То есть это вовлеченность, потому что когда делает администрация, ну, всегда можно покритиковать, там еще что-то. А когда это делают горожане, то есть там более получается больше вовлеченности, более там какого-то соучастия там населения, это и люди больше ценят. Где хотя бы они там рублем поучаствовали в том... Ну, либо рублем, либо... Либо на субботник пришли. Либо хотя бы пришли на субботник, там поубирали мусор. Это эффект ППМИ, о котором нам рассказывали организаторы проекта, когда, да, люди поучаствовали, бизнес поучаствовал, а потом ходят и сторожат эти, значит, лавочки или детские площадки, гоняют оттуда хулиганов и говорят, ну, как так, мы тут работали несколько дней, а тут пришли и сломали. Так что это нормальная история. Но это же не закроет крупных каких-то... Это не закроет, это такие как бы локальные истории, но пусть будет так, чем никак. Константин, вас хочу спросить как координатора общественного проекта, что вообще сейчас с ним происходит, и как меняется отношение власти к общественникам, но у нас до рекламы, насколько я понимаю, минутки три. Вот каратенечко бы уложиться. Ну, получается, страна немножко изменилась, изменились общественники. Мы все это видим. И сейчас другие... Приоритеты. Много других приоритетов, много как бы других, так скажем, задач, куда активные люди могут потратить свое время и силы. Если мы говорим про малые реки, процесс каким-то образом идет, то, что мы могли сделать, условно говоря, маленькими затратами, вот как раз путем привлечения населения там либо бизнеса, мы, наверное, как бы сделали. То есть все остальное должно делаться уже более, так скажем, на высоком, на концептуальном уровне. То есть это нужно... То есть там власти должны подключаться. Дело для власти. То есть надо... Единственное, что в этом году Министерство экологии должно было почистить речку Хлыновку. Я, к сожалению, так и не доехал, не посмотрел, что же все же получилось. А мы спросим. Да. Но и опять же надо повторять, что проекты-то идут. И идут они, так скажем, неплохие. То есть то, что, допустим, проект закончили совсем недавно на Хлыновке, рядом с Ежовским озером, то есть оформили там входную группу. Ребята сделали проект «Арку Вятского Кремля». То есть... А в эти выходные как раз добыла открытие официально. Да, есть активисты, ребята стараются. Мы пытаемся, ну, друг с другу как-то помогать, поддерживать. Вы же отзывы слышите. С Вячеславом Семаковым стало проще работать, чем там, условно, с Дмитрием Осиповым? Мы любим сравнивать там, да? Вячеслав Семаков, он более вовлеченный. То есть мы его видим, как фотографии появляются, как он занимается спортом, как он участвует самолично там в субботниках, убирает мусор. То есть он более вовлеченный, чем Осипов. Но денег-то он не возьмет, если их нет, если они на другие проекты ушли. Откуда же он возьмет, например? Ну, то есть он бюджетный, например, потратить не может. Даже своим примером он может простимулировать бизнес вкладываться? Своим примером он может простимулировать, тем более он делает то, что как бы может. То есть в рамках своих финансовых и административных возможностей. И человеческих. Потому что ощущение иногда, что Вячеслав Семаков вообще не спит. Константин Кропанев в нашей студии, общественник, координатор общественного движения «Малые реки Кирова», эксперт по финансам. К этой части нашей программы мы перейдем после небольшой рекламы. Сейчас убегаем на полторы минуты и вернемся. Особое мнение на 101FM Напоминаю, в нашей студии сегодня Константин Кропанев, эксперт по финансам и общественный активист. Сейчас мы к такой более серьезной части опять переходим. Это финансовые вопросы. И, собственно, там вот первое, что хотелось бы спросить, не очень понятно, что вообще происходит с рублем. Мы Константина спрашивали об этом где-то месяц назад, когда рубль начал падать. И вот он допадал просто как-то вот уже через все мыслимые границы все это перешло. Ну и это же процесс такой, он не сам по себе. То есть это все равно сказывается на стоимости кредитов, в том числе для бизнеса. На стоимости строительства и покупки квартиры людьми. На том, куда люди сейчас вкладывают деньги. Они вообще вкладывают рубли в банк, учитывая, что рубль падает? Или они как-то по-другому себя ведут? Если начать с рубля, с банковских депозитов, то после повышения ключевой ставки до 13%, многие банки подняли ставку по депозитам. Как раз вот задача поднятия ставки, это одна из задач, чтобы люди вместо того, чтобы инвестировать деньги в валюту, размещали бы их на банковских депозитах. И сейчас ставка по рублевым банковским депозитам, она, ну, можно найти и 12% годовых, что при текущем моменте совсем неплохо. Это покрывает инфляцию? Инфляция по-разному считается. У каждого своя инфляция, если мы говорим... Росстатовскую покрывает, да? Росстатовскую инфляцию это покрывает. Тем более есть такое мнение, что в данном коридоре, условно говоря, 90-100 рублей, доллар может находиться довольно-таки долго. Это может быть полгода, год, два, три. Ничего себе довольно-таки долго. Ну, понимаете, мы просто... Я поняла. ...любим сравнивать с теми цифрами, с которыми нам приятнее сравнивать. Условно говоря, когда мы вспоминаем, что доллар совсем недавно можно было скупить по 60 даже дешевле, нам текущая цена доллара кажется, ну, какой-то там сверхъестественной. Ну, почти в два раза выше. Но, по идее, три года назад доллар стоил там порядка 80, там чуть 70, там чем-то рублей, 78. То есть за три года, вот если посмотреть, вот он не так сильно как бы и вырос. Если мы говорим про будущее доллара, к сожалению, вот на текущее состояние его влияет много таких вещей, которые мы вот с вами... Про будущее доллар или про будущее рубля? Про будущее рубля. Рубля. Которое мы с вами не видим и не ощущаем. Это в первую очередь как раз перетоки валюты и страну в страну и страны. То есть как только у нас увеличивается там импорт, увеличивается спрос на доллары. Понятно, потому что люди, которые покупают, платят валюты. Увеличивается туристический поток за границу, тоже увеличивается спрос на доллары. Как только происходит, ну, к примеру, на прошлой неделе государство погасило своих облигаций на 3 миллиарда долларов. То есть государство покупало валюту? Ну, государство рассчиталось с рублями. А, рассчиталось с рублями. Не рассчиталось с рублями по курсу, но те инвесторы, которые получили эти рубли, у них есть такая опция, они могут купить валюту. То есть будут ли они покупать валюту, это каждый, условно говоря, как бы решает сам. Но это тоже может привести к тому, что будет, так скажем, определенный спрос на доллары. А это рынок, соответственно, доллар будет дорожать. У государства, ну, в лице Центрального банка, не так много механизмов, с помощью которых они могут влиять на курс рубля по отношению к доллару. То есть, по сути, они могут только выбросить какое-то количество долларов в продажу? Практически не могут. Не могут. Практически не могут. Они могут делать какие-то словесные интервенции, могут делать какие-то административные запреты, либо повышать ключевую ставку. То есть есть определенные механизмы, но они такие не идеальные. Но вот это большая экономика. На обычном потребителе вот этот вот курс, кроме импортных каких-то товаров, которые он покупает, как-то сказывается? Сказывается, но с определенным временным лагом. То есть, опять же, получается, тут в чем проблема? Когда у нас растет курс доллара, мы же все живем какими-то ожиданиями. И мы вот видим, что растет курс доллара, либо растет цена на бензин, и мы это уже как бы закладываем в какие-то ожидания, в инфляционные ожидания. И мы ждем, что инфляция будет выше. А раз мы ждем, что инфляция будет выше, мы, особенно те, кто занимаются бизнесом, они сразу начинают задумываться, а не пересмотреть ли мне свои цены на отпускаемую продукцию, не поднять ли бы мне цены на услуги, либо еще что-то. И это действительно вот такие рэперные вещи. Не поменять ли мне ценники на телевизоры в магазине, хотя я их покупал по старой цене. Да, не поменять ли мне это сделать. Потому что новые придется покупать по новой. И это приводит, ну, действительно, к какому-то такому конфликционному росту. То есть вот с точки зрения инфляции, то, что мы покупаем, вне зависимости от того, где это произведено, может подорожать. Может действительно подорожать. Просто на инфляционных ожиданиях. Но тем более надо понимать, что платежеспособность населения за последнее время, она реально как бы увеличилась. То есть это благодаря тому, что, во-первых, зарплаты подняли. Во-вторых, социальные выплаты за последние несколько лет, ну, так скажем, эти же выплаты на детей, они увеличились. Увеличились очень существенно. И эти деньги все в экономике. И эти деньги, да, пошли на потребление. То есть эти деньги пошли в недвижимость, эти деньги пошли в товары, услуги. К примеру, опять же, все рестораторы говорят, что за последний год у них поток в ресторанах на 20% увеличился. И чек увеличился как бы, и чек увеличился сам. Интересность, ну, чек понятно, потому что цены выросли. Скорее всего, нет. Да, и то, что и цены выросли. Во-вторых, опять же, рестораны, это как бы некая история впечатления. Люди стали меньше ездить за границу. А, ну, понятно. Надо куда-то тратить. Надо куда-то как бы тратить. Как-то развлекаться. И они идут тратить так, как они умеют. Да, ну, понятно. В общем, на отпуск в Турцию слишком дорого откладывать. Поэтому мы лучше каждые выходные будем ходить куда-нибудь в приятное место. По чуть-чуть оставлять. Примерно так. Отпуск в Турции проедим за год. Ну, ладно. Ну, в Турции, не знаю, там, где-нибудь еще. С точки зрения таких, ну, вот, крупных покупок, да, недвижимость мы берем. Сейчас в недвижимость выгодно вкладывать или нет? Если у вас есть возможность получить льготный кредит, ну, действительно, там... Ипотечный, ипотечный, да, с господдержкой, там, какую-нибудь семейную ипотеку, да, тогда это можно как бы рассматривать. А при текущих, если брать уже кредиты по какой-то рыночной ставке, то надо... То нет. Лучше подождать. Ну, надо очень сильно подумать. Очень сильно подумать и посчитать свои возможности, оценить свои возможности. Сможете ли вы такие проценты выплачивать? То есть можно подождать? Все равно ставка когда-нибудь снизится? Да, но тут надо понимать, что, скорее всего, стоимость недвижимости может не упасть, потому что, ну, к сожалению, вот, инфляция у нас, она... А может даже вырастить. ...растет, и она может как бы расти-то, вот, если в предыдущий период стоимость недвижимости росла за счет вот спроса, за счет, ну, так скажем, ипотечных кредитов, то сейчас недвижимость может расти за счет именно вот каких-то инфляционных вещей. Угу. Подорожание как бы себестоимости, да? Угу. Спасибо большое. Константин Кропенев, у нас вот буквально полминуты остается. Думаю, что вряд ли мы так погрузимся уже в региональную экономику, да? А как вот это все влияет? В региональной экономике все, пока все нормально. Все стабильно. Стабильно у нас экономика довольно-таки диверсифицирована. Если в каких-то вещах, на каких-то предприятиях есть провал, то у многих других, ну, как бы очень хорошо как бы дела идут. Понятно. В общем, как-то плюс на минус. Плюс на минус, плюс на минус. Вроде ничего. Спасибо нашему эксперту, эксперту по финансам и общественнику Константину Кропеневу. Программу «Особое мнение» мы завершаем. На нашем сайте можно будет ее переслушать. Спасибо. Особое мнение на 101FM